Благоустройство Самый масштабный объект запланирован к обустройству в микрорайоне Юбилейном – это Сквер Победы. По проекту территорию возле городского ЗАГСа планируют полностью переформатировать и функционально разделить на две зоны – мемориальную и зону для проведения мероприятий. Куратор проекта – депутат Законодательного собрания Ямала Светлана Каменская. Светлана Игоревна, вот сейчас мы находимся в мемориальной зоне. Какие работы здесь планируют проводить? Да, мемориальная зона – это как раз такая доминанта Сквера Победы, потому что здесь будет одно из значимых установленных сооружений. Это вечный огонь, конечно, да, это памятник воину-освободителю и, соответственно, такие мемориальные доски, на которых будут изображены портреты погибших воинов. Что важно отметить здесь, как раз те, кто погибли, это будут родственники муравленковцев, которые в бессмертном полку мы ежегодно участвуем в этих акциях и своих родственников, портреты родственников несем. Соответственно, эти фотографии будут размещаться на этих мемориальных досках. Что интересно, да, здесь, конечно, будут не только вот эти вот значимые такие сооружения, но и тротуарная плитка, брусчатка разных расцветок, да, то есть определенные зоны с определенными выдержанными в комплексном, получается, благоустройстве тонах. Насколько я понимаю, эта территория станет камерной, то есть вот проход, который за моей спиной, он будет перекрыт. Да, это вот как раз создаст ощущение того комплексного ансамбля и место, соответственно, где будет прогулочная зона, да, будет перемещаться вот в эту мемориаль, ну и создаст такую определенную торжественность и действительно закрытость. Создание Сквера Победы как место памяти поколений и веры в счастливое и мирное будущее в Муравленко просто необходимо, уверена Светлана Каменская. И эта территория больше всего подходит для реализации грандиозного проекта. Ведь здесь уже выполнен первый этап благоустройства – это Аллея Славы. Сейчас мы находимся в зоне для проведения мероприятий, насколько я понимаю. Какие здесь работы планируются? Будут на постаментах демилитаризованная техника расположена, два возле музея и здесь два тоже. Будут интересные решения также при входе на вот эту территорию. Будут расположены такие памятники городам-героям. Дальше вот в этой части будут знамена, серия знамен и такие ограждения противотанковые ежи. То есть интересно с точки зрения и познавательной, и для детей, и для взрослых, ну и возможность здесь прогуляться, пройти с этой территории до мемориальной территории. Скамейки, очень интересное освещение, оно разноуровневое. Это и напольное освещение, и оптическое, и декоративное, и просто уличные светильники. Для того, чтобы вот этот вот комплексный образ торжественности, значимости перенести и на все элементы. Такой, знаете, будет ансамбль законченный. И, соответственно, потом, если проголосуют жители за эту территорию, впоследствии и ЗАГС тоже будет трансформироваться в музей боевой славы с определенными решениями именно в части фасада, для того, чтобы вот действительно была закончена такая композиция. Сквер Победы будет оборудован системой видеонаблюдения и адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства жителей появится парковка на 28 мест. На территории оборудуют систему сбора талых и дождевых вод. Надо отметить, что и зона озеленения тоже максимально, конечно, проект сохраняет такие существующие, не состарившиеся деревья. Но вместе с тем проектом также запланирована высадка и елей, и рябин. То есть это вот, в принципе, весь проект, он предусматривает вот такие, как создание и комплекса сооружений, благоустройства, в том числе и озеленения, и малые архитектурные формы. Поэтому, на мой взгляд, конечно, очень интересный дизайн проекта. И очень здорово будет, если вот при условии, когда жители проголосуют за эту территорию, у нас в городе появится такое вот место притяжения. Вы назначены общественным куратором этой территории, готовы взаимодействовать с жителями города. Как они могут к вам обратиться? Да, можно вот вопросы по проекту, вопросы, которые интересуют горожан, задавать мне в моих соцсетях. Буду рада отвечать, буду рада пояснить кому-то, если что-то непонятно. Поэтому, пожалуйста, только буду очень рада общению. Мы приехали в микрорайон Солнечный. Возможно, что уже в следующем году здесь, возле пятой школы, появится новая зона отдыха. Куратором проекта по благоустройству этой территории стал Тимур Ахимов. Тимур, если эта территория наберет больше всего голосов от жителей города, какие изменения здесь произойдут? Изменения будут глобальными. Здесь будет очень большая и комфортная современная зона для отдыха. Какое будет ключевое звено на этой зоне отдыха? Ну, так сказать, жемчужиной всего архитектурного решения станет скульптура книгознаний, которая расположится в центре площадки для отдыха. Я знаю, что здесь появится то, что жители города, особенно дети, ждали очень долго появления в Муравленко. Это веревочный парк. Да, действительно, здесь будет располагаться веревочный парк. Кстати, мы сейчас с тобой идем, возможно, по будущему веревочному парку. Будет он состоять из бревенчатых досок. Будут помогать веревочному парку держаться топлового сосна, деревья, на которых он будет привязан. И как раз этот веревочный парк могут использовать дети и взрослые, потому что он должен быть безопасным, и инструктора для него не нужно будет. То есть он будет невысокий? Да, он будет невысокий и, в принципе, компактный, экономичный такой и очень симпатичный. Что еще на этой зоне отдыха появится? Здесь планируется поставить декоративные арки на вход с двух сторон. Также с двух сторон планируется разместить парковочные места, общественный туалет, 10 зон для отдыха. Проектировщики продумали все до мельчайших деталей, рассказывает куратор этого объекта Тимур Рахимов. Вдоль улиц Дружбы народов проектом предусмотрен широкий променад, совмещенный с велосипедной дорожкой. Появятся скамейки с бронзовыми фигурами классиков, парковки для колясок и велосипедов. Дополнят композицию зону отдыха, зеленые газоны, вазоны с цветами, освещение и светодиодные деревья. Для безопасности установят камеры, видеонаблюдение и пешеходное ограждение. Вход на территорию будет с двух сторон. В итоге новая точка притяжения, которая может появиться на карте Муравленко, станет местом памяти и зоной для отдыха, и для детей, и для жителей всех возрастов. Третья территория, которая участвует в рейтинговом голосовании на портале 89.городсреда.ру, находится во дворе дома номер 3 на улице Украинских строителей. Наставник проекта, член молодежного правительства Ямала, общественной палаты города и начальник отдела по работе с молодежью молодежного клуба Анна Губер. Анна, почему именно этот двор попал в список для голосования? Данная территория вообще попала в наказы избирателей. Собственно говоря, поэтому на сегодняшний день эта территория одна из трех, которую рассматривают на голосование. Вообще дизайн проект данной площадки предусматривает у нас здесь размещение игровой зоны и спортивной для ребят в возрасте от 5 до 12 лет. В игровой зоне у нас планируется размещение современного антивандального оборудования. Это древесина, это металл, нержавеющая сталь. Здесь будут размещены у нас горки, туннели, канатные конструкции и многое другое. В спортивной зоне, собственно, будет располагаться специализированный инвентарь для силовых видов спорта, а также для тех, кто просто любит активный образ жизни. Собственно, помимо этого здесь планируется благоустройство интерворового пространства, а именно капитальный ремонт проездов, это средиодное современное освещение, это строительство ливневой канализации для отвода ливневых этапов и многое другое. В общем, очень интересный проект, поэтому я очень надеюсь, что его поддержат жители нашего города. Голосование только-только стартовало, но я знаю, что уже сейчас жители города к тебе обращаются с вопросами. Что спрашивают и вообще как можно тебе написать, позвонить, задать вопрос? Мой номер телефона есть во всех доступных платформах. Действительно, наши жители города очень неравнодушны к данным проектам и уже спрашивают, как они могут помочь, как они могут повлиять и проголосовать. Более того, подключить всех своих родных, знакомых к этому голосованию, чтобы именно желаемая территория для них победила в данном голосовании. Конечно же, полный перечень алгоритмов действий мы предоставляем на комфортную городскую среду. Подробно рассказать о концепции проектов и планах по благоустройству общественных территорий вовлечь как можно больше жителей в процесс преображения города. Такая задача сегодня стоит перед командой активистов. В городе сформированы два штаба волонтеров. Они прошли обучение, встретились с представителями Управления архитектуры и градостроительства и детально изучили концепцию и функциональное наполнение всех дизайн-проектов. Мы все живем в одном городе, и мы все должны быть причастны и заинтересованы в жизни и в дальнейшем процветании нашего города. Вот подобные встречи, они очень полезны и продуктивны. Мы в качестве волонтеров узнаем больше каких-то деталей, которые мы сможем донести до людей. Это очень важно, и мы надеемся, что в своей волонтерской деятельности мы донесем до каждого человека наши идеи и завлечем их, тем самым будем выбирать дальнейшую площадку, которую будем благоустраивать. Сейчас волонтеры городской среды активно рассказывают жителям города о дизайн-проектах благоустройства. Информационные точки работают в многофункциональном центре и семейном магните с 5 до 7 часов вечера. Узнать активистов можно по брендированной одежде и специальному бейджу с QR-кодом, который содержит ссылку на портал комфортной городской среды. Добровольцы помогают проголосовать за понравившуюся территорию с помощью планшета. Достаточно лишь назвать свой номер телефона. Моя сегодня основная задача, как вижу это я, донести людям, что есть программы, есть хорошие программы по благоустройству, которые именно направлены на то, чтобы сделать действительно жизнь комфортнее. То есть те же самые детские площадки, которые у нас в проекте располагаются, то есть их благоустройство на самом деле это все довольно интересно. Муравленковцы охотно знакомятся с планами по преображению города и единодушны в одном – все проекты достойны реализации. Мне больше всего понравился объект, который будет напротив ЗАГС расположен, который связан с темой победы. Он, я считаю, самый лучший из предложенного. Во-первых, люди должны знать, что День Победы, так же, как и события для страны, он очень важный и должны понимать и ценить то, что мы имеем. Как бы во многом зависит от этого дня, от того, что предки не сдались, как говорится, в тем более. Волонтеры городской среды знакомят жителей с проектами на дому и вместе с представителями архитектуры и градостроительства рассказывают о планах по благоустройству ученикам школ. Вы определились уже, за какой объект вы отдадите свой голос? Ну, то есть вы должны понимать, что именно от вашего решения зависит, какой именно объект будет благоустроен в следующем году. Мнения разные. Одни выступают за сохранение памяти о Великой Победе, другие – за создание новых зон для активного отдыха. Едины школьники в одном – решать судьбу благоустройства города могут абсолютно все жители города, даже подростки. Это важно, так как нам жить тут, расти, еще развиваться, и нам жить тут и отдыхать, учиться и тому подобное. Мне больше понравился проект «Сквер Победы». Все-таки это память о погибшем в Великой Отечественной войне, и это очень важно для населения. Все, кому исполнилось 14 лет, тут же проголосовали за понравившуюся территорию. А чтобы при формировании городской среды учесть все нюансы, а благоустройство стало еще более открытым, такие встречи волонтеры проведут с учениками всех школ города. Будущее – это молодежь. Здесь концентрировано самое большое количество молодежи, и этим ребятам в дальнейшем жить в нашем любимом городе и пользоваться теми объектами благоустройства, за которые они проголосуют. Проголосовать за понравившуюся территорию можно самостоятельно на всероссийской платформе 89.вородсреда.ру, используя учетную запись, госуслуг или номер телефона. Голосование продлится до конца мая. Объект, набравший наибольшее число голосов, будет благоустроен в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Субтитры создавал DimaTorzok